София Ивановна Каратенко родом из Ленинграда. В возрасте трех лет она узнала, что такое война. Когда еще войны, мы не знали, что война будет. Мы поехали к деду, это 70 километров от Ленинграда. А там сразу моментально началась война, они прямо мигом сразу как-то очутились. И сразу немцы были уже распределены по нашим домам. У нас деревня была, домов, наверное, 16. И в их дом поселились немцы. Тогда еще маленькая Соня не знала, что такое фашизм. И с большим энтузиазмом она познавала мир. Как рассказывает женщина, она была азарным ребенком. Помню момент, что лежит на нашей кушетке, она такая ковровая была. Вот эта атаманка, на ней, на этой атаманке он спит. А я подлезла так из другой комнаты, смотрю, торчит нога в черном носке. Я ее взяла и пощекотала. Чем-то три года дядька сидит. Взял на руках, покатал, поиграл со мной. Во время войны Софью Ивановну и ее семью отправили в Латвию, где им приходилось трудиться и следить за скотом. Женщина вспоминает, что война не щадила никого. В Латвию нас расселили по домам. Вот на этих хуторах мы жили. В свободных комнатах у них. Я помню только про это хутор, что такие большие майские жуки по стенкам ползали. Только черные. Уже через год всех отправили на трех кораблях в Германию, где им снова предстояло пережить страх и ужас. Первые потопили. Наш под струей дымошвал удержался и последний утопили корабль. А мы остались живы. Приехали в Германию, нас в машинах поселили. Вернее, крытые машины брезентовые посадили со всем этим шматьем нашим. И отправили туда бывшие, видимо, лошадиные, наверное, стоили какие-то. После окончания войны Софья Ивановна со своей семьей вернулись домой. Она окончила школу и поступила в училище. После чего по распределению женщину отправили в Саров. На тот момент еще Москва-Центр-300. За свои годы она увидела радость и горесть. Но то, что она пережила во время войны, она не забудет никогда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова